Всем привет, дорогие мои зрители! В этом видео я покажу вам, как я готовлю хунчозу. Что мы делаем с самого начала? Нам нужно залить с вами хунчозу. Заливаю хунчозу кипятком. Ее варить не нужно. Ее заливаю кипятком на 8-10 минут. Вот так мы ее опускаем в кипяток и оставляем на 8-10 минут. Отставляем. И я не буду показывать, как нарезаются все эти овощи в видео. Просто скажу, что я нарезала мясо соломкой, перец красный, морковку, огурец, лук. И сейчас я пойду уже готовить, пока у меня здесь заваривается хунчоза. Разогреваем сковороду. Добавляем сюда 2 столовые ложки растительного масла. И сейчас мы будем пассеровать морковку. Она должна быть у нас немножечко такая, знаете, в серединке чуть-чуть похрустывает. Пока пассеруется у нас морковка, помощник мы ее мешает. Мы с вами промываем нашу фунчозу. Нужно очень хорошо ее промыть, чтобы вымыть весь крахмал, чтобы она у нас не слиплась. Очень-очень хорошенько промываем нашу фунчозу. Оставляем ее, чтобы стекла водичка. Так, далее, смотрите, пожарили мы морковку. Отправляем нашу морковку прямо к фунчозе. Ставим сковородку опять на плиту. Добавляем опять же 1-2 столовые ложки растительного масла и отправляем сюда же пассероваться перец. Значит, пассеруем перец до полуготового состояния. На сильном огне. Смотрите, наш перчик готов. Отправляем его опять же к нашей фунчозе. Морковка и отправляем сюда перчик. Возвращаем сковородку опять на огонь. Все то же самое. Добавляем 2 столовые ложки растительного масла. Прибавляем огонь. И отправляем сюда огурец. И начинаем тоже его обжаривать до полуготового состояния, чтобы он был мягкий. Смотрите, огурец как будет сейчас желтеть. Становится мягеньким, красивеньким. Смотрите, вот такие вот должны быть огурчики. Они поджарились немножко, подрумянились. И то же самое мы отправляем их к нашей фунчозе. Возвращаем сковородку на плиту. Так. Опять кладем 2, давайте 3 столовые ложки растительного масла. Включаем огонь и начинаем жарить лук. Лук у нас хорошенько прожарился. Добавляем говядину. Можно делать с курицей, у кого что есть. Так. Ну вот мясо уже, водичка выпарилась, начало подрумяниваться. Я его посолила атыгейской солью. На сковородке отдельно я поджариваю кунжут. У меня черный кунжут, белого оказалось мало. Можно добавлять и черный. Я его пожарю вот прям до золотистого цвета, чтобы он дал прям такой запах, аромат. Даже немножко можно его в ступочке перетереть. Ну что ж, наше с вами приготовление подходит к концу. У меня, значит, поджарилось мясо. Я добавляю сюда мясо. Затем я добавляю сюда зелень. Зелень вообще уложим кинзу. У меня петрушка. Дальше я поджарила кунжут. Посыпаем это все дело кунжутом. Затем у нас идет паприка, чайный ложь, черный перчик. Посыпаем черным перчиком. И три столовые ложки соевого соуса. Я думаю, будет достаточно. Можно еще немного посолить. Но я солила мясо и мы все теперь начинаем это перемешивать. Ребят, еще такое. Нужно пожарить яичный блин, порезать соломкой. Тоже можно добавить к фунчозе. Смотрите, вот такое вот красивое вкусное блюдо у меня получилось. Огурчик, смотрите, целый, не развалился. Морковка целенькая. Мясо, перчик. Все это не как квашня, а все это такое целенькое, красивое. И это очень сытное блюдо. Так что вам рекомендую всем приготовить такое. Я думаю, что многие, даже детки, любят такое блюдо. Это очень вкусно. Все овощи хрустят. Они не перепаренные, не пережаренные, не переваренные. Вот такие, как надо. Всем приятного аппетита. Пока-пока. Готовьте вкусно и полезно.